всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл ги мы сегодня мы играем на родина рп центральный округ у них здесь кирилл под булови не забывайте водить манипуляции также не забывайте видеть мой промокод на 6 уровне за него получите очень хорошие плюшки вся информация есть как бы в описании под видео сегодня буду заниматься там продажей свое имущество именно я хочу брать получается грузовик audi s8 получается и дом почему продаю audi s8 потому что на конкурсе очень мало участников там всего лишь участвует 11 человек я считаю это очень мало если хотя бы участвовал 50 человек я бы конкурс бы конечно провел а так я вас предупреждал о том что если будет мало участников конкурс я отменю поэтому пацаны не обижайтесь кто участвовал но к сожалению конкурс и отменяю потому что я думал что будет хороший активно к сожалению никто не хочет особо в конкурсе участвовать желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита короче пацаны я приехал на авторынок и уже меня хотят ее купить к 4 5 это не очень много но давайте пропишем команду так 48 хорошо так 48 уже торг пошел 5 миллионов за 5 лямов я дам сейчас 44-му за 5 лямов 5 миллионов я ему даю потому что ну как бы мне бабки нужны поэтому лучше я продам подороже чувак мне вообще сказал то что у меня купил за 5 лямов при 4 ляма забираю такой ну ладно дам за 4 начинать езжать подбирать короче это тёлка ли 4 5 и такой нормально потом подбегает обратно до чего кри 4 6 и короче не торговали торговались в итоге он все равно купил ее за 5 лямов хотя и перед этим я выставлял за 5 лямов он не захотел покупать понимаете квадроцикл стоит дороже чем ямаха это пиздец просто блять откуда они такие цены берут я не понимаю просто вот экономика родины это просто что-то непонятно для меня вот серьезно и никогда не понимал эту экономику 15 миллионов и.б. 15 миллионов ты ебанутый ты ебанутый 15 миллионов он продает но полный тюни скорее всего не продает за 15 м потому что номера типа блатные по-любому но не может настолько стоит потому что я свою покупал за 6 миллионов две недели назад я свою audi покупал за 6 миллионов но блять не может она стоит 15 миллионов поэтому любом случае я не лоханулся, я считаю. Вот тоже такой аппаратик, 21 миллион просто. 21 миллион просто за газонокосилку, пацаны. Где вы такое увидите? Только на родине. Я уже стою где-то полчаса, никто не покупает. Я думаю, сидеть просто в гост и все, чтобы не париться. Ну, потому что даже за 2 миллиона он никому не нужен. Хотя я его покупал за 2 миллиона 500, поэтому давайте пропишем команду и продаем, короче. И мне вернули там вообще мало денег. Мне вернули всего лишь 150 тысяч. Ну, блин, я просто не люблю продавать долго машины. Я продавал полчаса. Да, я ушел в минус, но в принципе ничего страшного. Я хочу поехать, короче, купить себе скин какой-то новый, потому что, ну, этот мне как-то уже надоело. Знаете, хочется какого-то разнообразия. Поэтому сейчас поедем от Надежды и посмотрим себе какой-то новый скин, который будет такой прикольненький. На Анашане чувак продавал скин, получается, этого. Работника банка и за 8 миллионов типа это очень дорого для меня. Выбора вообще особо нету, но хотелось бы реально какой-то более-менее зимний скин купить просто и все. Все, давайте такой купим, просто не париться. Потому что, ну, покупать там какой-то эксклюзивный скин за миллионы, блин, ну, такой себе, знаете. Лучше их потратить на машину, либо на дом. Я уже три объявы кинул еще дома, его никто не хочет покупать почему-то. Хотя я видео пересматривал, я дом покупал за 2,7 и я продаю за 3 миллиона. То есть на 300 тысяч дороже. Это не особо дорого, я считаю. Но почему-то пока что клиентов нету, чтобы его продать кому-то. Я продолжаю, короче, снимать видосик, получается, вечно, потому что днем у меня не получалось продать дом. Чувак, короче, меня везет к дому, он меня забрал с авторынка, потому что я там стоял, кричал то, что продаю дом, но в итоге он увидел мою объяву и написал мне. И сейчас, короче, мы едем на его машине к моему дому, я ему его продам. Бля, походу это просто капец, потому что сервак либо лег, либо это еще это у меня, хотя объяву вам выходит. Либо это у него залагало, либо это у меня залагало. Это на самом деле очень и очень печально. И куда мы едем, мне вот интересно. Мы просто начали подъезжать в Приморске, у него просто залагало, походу. Бля, это просто пиздец. Мне кажется, этот дом просто никогда не продам. Кстати, у нас с ним скины типа одинаковые. Заебись! Походу его крашило. А я оказался просто в пизде мира. Слава богу, что чувак мне, короче, отписал в смс. И сейчас мы с ним встретимся. И я надеюсь, что наконец-то ему я продаду, потому что, блядь, это какая-то просто полоса черная, я не понимаю. Дом я этот не могу продать просто нормально. Я уже, блин, сколько его продаю? Целый день стою, продаю, продаю, продаю. И в итоге не могу никому его продать. Ой, блядь. Только вот попробуйте мне сказать, что этот дом, сука, не конченый. Просто, понимаете? Я чувака ждал 15 минут, вот, он мне написал и еду крашило. 14 минут назад. Ну, грубо говоря, 15 минут назад он мне написал. Я вот стою, жду 15 минут, он мне пишет крашит меня, не беру дом, типа. Я просто, блядь, в шоке, понимаете? Я просто в шоке, блядь. Я просто 15 минут стоял здесь зря. Понимаете? На протяжении 15 минут я просто стоял здесь зря и ждал просто непонятно кого. Потому что, видите, у него крашит, блядь, и он придумал дом покупать. Охуенно? Охуенно просто. И я не знаю, что делать, короче. Может, вообще не продавать? Может, он, блядь, какой-то проклятый-то дом? Потому что, блядь, но это уже не смешно. Во-первых, я его полдня продавал. Во-вторых, я нашел покупателя, у него крашило. Я его ждал 15 минут, он в итоге мне сказал, что он его не берет. Как я думаю, вы поняли, у меня не получилось продать дом. Я снимал уже концовку на следующий день. Я просто не понимаю, почему невозможно продать этот дом. Я продавал вчера почти целый день. И в итоге, пацан нашелся, который хотел купить, но он написал то, что его крашит, и он сказал, что не берет его. И больше мне никто не звонил. Я кинул где-то около 15-20 объяв, и в итоге мне даже никто не писал и не звонил. Мне кажется, это как-то странно. Тем более, цена на дом сладкая, но все равно покупать его никто не хочет. У меня к вам есть предложение. Давайте вы решите в комментариях, что мне с ним сделать. Я вот думаю, либо его подарить рыжику какому-то, либо подписчику, либо еще что-то с ним можно сделать, только я не знаю что. Если вы знаете, что можно с ним сделать, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.